Здравствуйте! Наши маленькие телезрители канала Баланс ТВ. Мы начинаем нашу передачу под названием «В гостях у ведуницы-мастерицы» специально для вас. Помните, меня зовут Элина. Сказки любят все, но особенно их любите вы, ребята. А иначе и быть не должно, ведь сказки открывают нам целый мир. Мир, в котором вы только начинаете жить. Из сказок можно узнать, какие интересные люди живут на свете, какие есть интересные и необычные животные, какие бывают леса и дальние страны. Поэтому скорее собирайтесь перед экранами телевизоров и готовьтесь внимательно-внимательно слушать. Я сегодня приготовила для вас еще одну очень интересную сказку. А сказка эта называется «Догадливые братья». Братья «Жил однажды на свете бедный человек, и было у него три сына. Очень часто он говорил своим сыновьям. Дети мои, нет у вас ни стада, ни золота, ни богатств, никакого другого имущества. Собирайте себе другие богатства, старайтесь побольше узнать, старайтесь побольше понять. Ничего не оставляйте без внимания. Пусть вместо стад у вас будет большая-большая внимательность, а вместо золота у вас будет светлый ум. Так вы никогда в жизни не пропадете, и все у вас будет хорошо. Много ли, мало ли времени прошло, умер старик. Собрались братья, посоветовались и решили. Пойдем-ка лучше странствовать по свету. Наймемся в чужих краях, в пастухи, в батраки, с голоду не умрем. Собрались, решили и пошли. Шли братья по пустынным долинам, переваливали через горы. Шли они долго, сорок дней. Съели они почти что все свои припасы, а пути их конца края не видно. И вдруг на горизонте увидели они деревца, башеньки и дома. Вблизи был какой-то город. Обрадовались братья и зашагали быстрее. Ну что ж, говорят, плохое позади, а хорошее впереди. Вблизи города старший брат вдруг остановился. Взглянул на землю и сказал, недавно здесь прошел большой верблюд. Прошли они еще немного, и средний брат посмотрел по обе стороны дороги и сказал, этот верблюд был кривой на левый глаз. Прошли они еще немножко, и младший брат заметил, на этом верблюде ехала женщина с маленьким ребенком. Когда они подходили к городу, им встретился всадник. Старший брат окликнул его и спросил, всадник, ты кого-то разыскиваешь? Верно, сказал всадник, придержав коня. Наверное, ты разыскиваешь верблюда. Да, верблюда. Большого? Большого. Твой верблюд кривой на левый глаз? Спросил средний брат. Да, ответил всадник, это правда, он кривой на левый глаз. А на этом верблюде ехала женщина с маленьким ребенком? Спросил младший брат. Все верно, ответил всадник. Значит, мой верблюд находится у вас, отдавайте мне скорее его назад. Нет, сказал старший брат. Мы твоего верблюда не брали и даже мы его не видели. Но как же вы можете описать все приметы верблюда, если вы его даже не видели? Это очень просто, ответил старший брат. Мы просто очень внимательные. Мы привыкли с детства всегда все замечать и на все обращать внимание. Поезжай скорее вон в ту сторону, и там ты найдешь своего верблюда. Нет, ответил хозяин верблюда, никуда я не поеду. Мой верблюд у вас. И он тут же вытащил саблю и начал размахивать ею перед братьями. Так он пригнал братьев ко дворцу падишаха и передал их в руки стражникам. А сам отправился к падишаху и рассказал ему, что он решил перекочевать со своей семьей в горы. И его жена с маленьким сыном ехала на большом кривом верблюде. Но она отстала, сбилась с пути и потерялась. И он отправился ее искать и встретил трех человек, которые рассказали ему все-все-все про его верблюда и жену. И скорее всего они забрали его верблюда и убили его жену с ребенком. Падишах выслушал его и спросил, как же ты узнал об этом? Прохожие сами мне об этом рассказали, что мой верблюд был большой и кривой на левый глаз. Но раз они сами рассказали тебе о всех приметах верблюда, значит он у них. И падишах обратился к трем братьям. Эй, воры, а ну-ка отвечайте скорее, куда вы подевали верблюда? Старший брат спокойно ответил. О падишах, мы не воры и мы никогда не видели этого верблюда. Падишах сказал, как же вы смеете врать? Вы описали все приметы этого верблюда, значит он у вас. Отдавайте его скорее. О падишах, ответили ему братья. На самом деле в этом нет ничего удивительного. Мы с детства привыкли быть внимательными. Мы привыкли много учиться, думать и размышлять. Поэтому мы узнали все приметы верблюда, хотя самого верблюда мы не встречали. Падишах рассмеялся и спросил, разве можно так подробно знать о том, кого никогда не видел? Можно, ответили братья. Хорошо, сказал падишах, тогда я сейчас вас проверю. И он подозвал к себе слугу и что-то шепнул ему на ухо. Слуга через некоторое время вернулся еще с двумя слугами, которые несли на носилках большой сундук. И поставили его посередине зала. Братья очень внимательно наблюдали, откуда принесли этот сундук, как его несли и как слуги ставили его на пол. Эй, воры, а ну-ка угадайте, что в этом сундуке? Молвил падишах. Старший брат сказал. О падишах, я уже ответил тебе, что мы не воры. Но я точно могу сказать тебе, что в этом сундуке находится небольшой круглый предмет. Скорее всего, это гранат, добавил средний брат. А младший брат ответил. Этот гранат еще совершенно неспелый. Падишах велел открыть сундук и показать, что в нем находится. И к его изумлению из сундука действительно достали зеленый, совершенно неспелый гранат. Изумленный падишах взял гранат и показал его всем присутствующим. Потом он обратился к хозяину, потерявшему верблюда. Эти люди не воры. Они и правда очень сообразительны. Поэтому иди и ищи своего верблюда в другом месте. Все, кто был с падишахом, дивились наблюдательности и догадливости братьев. Но больше всех дивился сам падишах. Он приказал принести разные явства и начал угощать братьев. Вы ни в чем не виноваты, сказал он, и можете идти куда хотите. Но прежде скажите мне, как же вы узнали все приметы верблюда? О падишах сказал старший брат. По большим следам на песке я понял, что недавно здесь прошел большой верблюд. Хорошо, и об этом можно догадаться, сказал падишах. Но как же вы поняли, что верблюд был кривой на левый глаз? Тут встал средний брат и ответил. Я посмотрел по обе стороны дороги и заметил, что трава была съедена только с правой стороны, а с левой стороны осталась нетронутой. Поэтому я понял, что верблюд был кривой на левый глаз. Но как же вы догадались, сказал падишах, что на верблюде ехала женщина с маленьким ребенком? Тут встал младший брат и ответил. Я посмотрел на песок и увидел, что там, где верблюд остановился и встал на колени, рядом с этим следом были следы мягких женских сапожек, а также маленьких детских ножек. Ну хорошо, сказал падишах, это я вполне могу понять и предположить. Но как же вы догадались, что в сундуке лежал неспелый гранат? Мы внимательно смотрели на то, говорит старший брат, как слуги несли этот сундук. И было видно, что этот сундук был совершенно не тяжелый. А когда слуги ставили его на пол, то было слышно, как с одной стороны на другую перекатился какой-то круглый предмет. Тут встал средний брат и говорит, слуги принесли этот сундук из сада, а в саду у тебя растет очень много гранатовых деревьев, поэтому я и догадался, что этот круглый предмет является гранатом. Хорошо, сказал падишах, но я совершенно не могу понять, как же вы могли угадать, что этот гранат оказался зеленым и неспелым? Младший брат ответил, о падишах, но в этом нет совершенно ничего удивительного, просто сейчас такое время года. «Посмотри скорее в сад, все твои гранатовые деревья еще зеленые». И он указал падишаху на открытое окно. Падишах взглянул в окно и увидел в своем саду гранатовые деревья, покрытые неспелыми плодами. Удивился падишах наблюдательности и догадливости трех братьев и сказал, «Действительно, богаты вы не стадами и не золотом, а богаты вы светлым разумом». Видите, ребята, как важно быть внимательными, сообразительными и как важно хорошо учиться. На самом деле это и есть настоящее богатство, поэтому берите пример с героев нашей сказки. Будьте всегда внимательными и особенно внимательными ко своим близким, родителям и ко своим друзьям. Ну что ж, подошла к концу наша сказка. Я желаю вам, чтобы вы были здоровы и счастливы и обязательно слушались своих родителей, пап и мам. До встречи, дорогие друзья, в гостях у ведуницы-мастерицы. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»